Парк экстремальных видов спорта Мы сделали здесь современную трассу, в принципе еще доработка у нас идет, но она уже сертифицирована для проведения спортивных соревнований. Дальше на следующий год мы здесь планируем установить смотровую площадку, территорию, где будут жители смотреть соревнования. В плане работ две волейбольные и одна баскетбольная площадка. Поле для мини-футбола. В зоне отдыха несколько летних беседок в глубине соснового леса. Чтобы изолировать жителей близлежащих домов от нежелательных звуков, планируется установить шумопоглощающие экраны. Их протяженность составит порядка 150 метров. Первые соревнования состоялись здесь еще в 2019 году. Спустя год проявленные инициативы позволили парку стать участником федерального проекта, только первый этап которого выполняется на его территории сегодня. В следующем году предполагается и развитие всех зон, которые в этом парке есть. И зимой это катки, тюбинговые трассы, волейбольные детские площадки. То есть это будет полноценный парк для занятия всем видам спорта, которые связаны только с телом, но и с техникой, с сопровождающей человека. Велосипеды, мотоциклы, автомобили, все может быть здесь. Контроль качества прошли и сразу несколько дворов на верхней террасе. Так, на улице 40-летия октября внутридомовые ремонтные работы были выполнены совместно с внешними. В порядок привели подъезды и козырьки, положили новые бордюры, спилили опасно стоящие деревья и установили новые лавочки. Заявки на участие в конкурсе по благоустройству управляющая компания подавала совместно с председателями домовых советов. Люди довольны, довольны очень молодые мамочки, так как у детей появились дворки, загородили территорию. Во-первых, это безопасность, дети на дорогу не выходят. Довольные люди старшего возраста. Раньше для жильцов этого дома осадки были настоящим кошмаром. На тогда еще узкой дворовой дорожке даже кратковременные дожди оборачивались непроходимым болотом. Теперь дорогу расширили, изменили угол наклона так, что вода во дворе больше не задерживается. Вообще прекрасно все стало, мне очень все нравится. И парковка для машин, и дорога очень хорошая. Там ямы такие были огромные, и скамейки, и вообще все прекрасно. Здесь очень хорошие площадки. Раньше было только качели, а сейчас и горку сделали, все сделали. Жильцы дома номер 13 по улице Нахимова участием в проекте дополнили собственный труд. В этом доме соседи не просто дружные, но и творческие. Своими руками цветники разбили у каждого подъезда. Среди деревьев организовали настоящий сказочный лес. Мы проводим субботники своими силами, красим здесь, делаем цветники, дорожки дополнительные. Вот что остается, щебень старый, не стараемся его куда-то выкинуть или вывезти что-то. Мы облагораживаем дальше территорию, чтобы для себя, потому что там пока ничего не сделано, но людям приятно ходить. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» этот двор получил велодорожки, асфальтированную придомовую территорию и современную баскетбольную площадку. Однако качеству проведенных работ осталось несколько нерешенных вопросов. Лавку поставили, вытекает смола. Смола вытекает со всех. Здесь, здесь вот это все смола. И все прилипает. В целом до 2024 года в Ульяновской области планируется провести реновацию 505 дворовых территорий и 70 общественных пространств. На сегодняшний день выполнено 58% работ. На мероприятие по благоустройству планируется потратить порядка 360 миллионов рублей. Яна Федорищева, Руслан Баталов. Новости Уллправда ТВ.